Всем доброе-предоброе утро. Мой утренний лук. Это льняное платьишко. И мои, которые все лето где-то были, где-то прогладали. Мосомолочки, но я их нашла. Так, куда идем с пятачком? Сейчас все расскажу. Сейчас выйдем, кто там что-то смоет. Гараж сегодня же моют. Я вам вчера говорила, по-моему, об этом. Вот, что я хотела сказать. В общем, иду. Не буду я ждать сентября. Иду в спортзал. Я вчера мороженое съела. Потом еще кофе выпила это с мороженым. Ну, в общем, сами понимаете, навеса сегодня встала. И больше у меня другого слова нет. Поэтому говорю срочно в спортзал. Я сегодня посмотрела. По расписанию у них там 6 будет сумба. Вот, пойду сейчас заплачу. Все расспрошу еще раз уже. И все. Вечером пойду на пляски. Я думаю, что времени у меня хватит на все. И на прогулки с Чарли, и на море, и на спортзал. Распланирую. Времени на все хватит. Так что худеть надо в срочном порядке. Ну, может быть, еще сладкое. Меня убивает сладкое. А без сладкого я не могу. Я люблю сладкое. Я люблю все вкусное, сладкое, сочные пирожки. Ой, пирожные с кремом. Мороженое. Блин. И вот, чтобы что пожрал, нужно все это сжечь. Главное правило похудения, это все килокалории, которые ты закинул в себя, их нужно сжечь в течение дня. И чуть-чуть больше. Иначе никак. Иначе все то, что ты поел, и не раз этого, а друга какого-то нашу, и не растрес, все это пойдет в жиры. Если вам интересно, я уже рассказывала, как я худела. Кстати, я всю жизнь худею. Так что всю жизнь, это 16 лет. Я склонна к полноте. Поэтому какие-то правила и какие-то там, я не знаю, рамки мне не подходят, конечно, но я не люблю. Я не люблю диеты. Я не люблю, в общем, хотя сидела пол своего, ну как, 18-20 лет на диетах сидела. Ну, в общем, если вам интересно, я вам еще раз поподробнее расскажу, как я худела. Три года назад я весила на 108 килограмм. Там я похудела до 80, где-то месяца за 4-5. До 80. Потом за месяц 83 набрала. И вот в 83 килограмма я чувствовала себя комфортно, хорошо и, в общем-то, не ходила и не толстела. Ну, до этого лета. 5 килограмм набрала. Сейчас я сегодня встала и 87, представляете, ахилить. То есть эти 7 килограмм мне нужно убрать срочно. В общем, сегодня в 6 пойду на сумбу танцевать. В 6 или, может быть, пораньше. Потом можно в бассейн сходить. Там у них бассейн есть. Вот хороший такой. Много всяких, как это сказать-то. В общем, все, что хочешь. И недалеко. Главное, что недалеко от дома. Так что сейчас с Чарли гуляем и будем худеть, худеть и худеть. Сейчас повезу машину, чтобы колесо поменять. Там уже муж идет на своей просто машине. А у него там... Ну, это все равно оставить надо. А я потом... Он куда-нибудь меня довезет, пускай в центр. Я пешком дойду. Я вообще люблю везде пешком ходить, знаете. Иногда получается пешком даже быстрее, чем на машине. В общем, сейчас отвезу. Думаю, не будем. Долго он менять его не будет. Не знаю. Сейчас отвезем и посмотрим. Моя красоточка. Два колесика ей будут менять. Такое вот здесь. Здесь только колеса меняют. Решили два сразу поменять. Моя рыбонька. Ну все, поменяли два колеса. Два. И... В банк иду. И баклажан купить. Баклажаны, баклажаны. Лук, наверное, надо еще купить. У меня заканчивается. И что еще? И, наверное, все. И домой вернуться. Что-то утро такое длинное. Прям вообще. Время еще 11 часов. А я столько всего сделала. Мамочки. Вроде как, не знаю, солнце, не солнце. Парилка какая-то. Так. Ну что-то, мне кажется, попрохладнее стало, что ли. Еще не пойду. Опять эта курица. Боже, как она пахнет. Я фруктов набрала. Сейчас покажу вам вкусное манго. Пришла домой. Сейчас буду готовить курочку в вине. В общем, много прям. Головка, наверное, целая чеснока. Сейчас немного обжарю и добавлю. И буду курицу тоже обжаривать. Курица вот эта вот желтая. Но не сильно желтая, как бы такая. Вот. Буду ее тоже обжаривать. А вот это, что я купила. Два баклажана. Это там у меня муж пойдет в магазин, говорит. А я говорю, ну купи лук. У меня всего одна луковица осталась. Вот как раз для салата. Баклажаны запеку. И перец. Значит, купил два помидора. Один зеленоватый такой. Это муж любит такой зеленый. Это я люблю. Манго, блин. Оно так пахнет. И оно спелое. И, кстати, знаете. Прикол. Манго в фруктовом магазине дешевле, чем на рынке. 10 центов, но все-таки. Поэтому даже не стоит ехать на рынок за манго. Когда могу купить, я в том же магазине. Но, видите, с налетом. Это значит, что только сорвано с дерева. Видите? И пахнет. Боже, какой запах идет. Сейчас, правда, еще чесноком жареным пахнет. Тоже очень вкусно. Вот. И вот так выкладываем. Чеснок не очень сильно надо зажаривать, чтобы он не обжарился. Ну, вы знаете. И вот так кладем курицу. Тоже обжаривать. Чеснокки какие-то у меня здоровые. Маленькая орешка. Рыточка с косеей. И полкурицы. Я брала небольшую курицу. И обжариваем ее вместе с чесночком. Вот так вот с двух сторон. И вот еще черешню купила. Не знаю, вкусная, невкусная. Но купила. Значит, грибочки. Ой, грибочки порезала. Да. Для курочки тоже сейчас. Вот я ее уже перевернула. Видите? Она сейчас опять поджарится. Я добавлю вино. Стакан вина. На полкурицы. Стакан вина. Вино вот такое я купила. Обычное столовое. Оно для еды идет. Не знаю, как в других странах. Но обычно дежевое белое вино. Столовое, наверное, да, оно называется. Оно у всех есть. Алкоголь, как всегда я говорила, уже выпаривается. Никакого пьянства не будет сегодня. Не, не будет. Хотя у меня есть белое вино Барбадио или Ламбруска. Барбадио. Можно стаканчик и тяпнуть перед спортзалом-то. И-то ух, как в пляс пойти им сумбу показать. Ой, я сегодня буду, наверное, как корова на льду. Когда первый раз, не знаешь никаких движений. Ох, вспоминай себе в прошлый раз. Они влево, я вправо. Они наверх, я вниз. Ой, угорать. Вот бы снять. Но, наверное, неудобно будет снять. Там же люди другие. Ну, в общем, я сама над собой поражаюсь. Ну, ничего, а что? Москва не сразу строилась. Так, вот у меня уже дела совсем идут прям. Прям идут, идут. Главное, чтобы чеснок не сгорел. Маленькая девочка, Таленточка в костюме. О, что я вам так снимаю. О, что я вам так снимаю. Любовь. Значит, Винца сейчас добавлю. И буду тушить в вине. Ну, наверное, огонь уже убавлю на средний. Даже более к мелкому. Чтобы там плюк-плюк-плюк. И минут 10-15 точно они там будут плюкаться. Ну, вот залила вином. Пошел такой запах браги. Прям такой конкретный запах бражки. Кто знает, как бражка пахнет, я знаю. И вот сейчас наступило время добавить разные специи. Я добавляю все подряд, какие у меня есть. Вот, допустим, этот, петрушка. Петрушка. Убавляем огонь. Петрушка, петрушка. Так, петрушка. Тумею. Тумею, я не знаю, что такое. В общем, добавляем все специи, какие вы хотите. Обязательно лавровый лист и перец горошком. И все. Закрываем крышкой. Не забываем про грибы. Грибы быстро готовятся, поэтому накрываем крышкой и пусть они там блюк-блюкают минут 15. У меня, в общем, совсем ку-ку. Помыла вот этот помидор, который мой. Порезала вот этот зеленый, который мужа. Ну, совсем ку-ку поехала. Минут 10 на даты я добавила шампиньоны. В итоге где-то 20-25 минут вот так вот на слабом огне. Все, оно уже готово, поэтому будем кушать. Да, соль, перец, ну, вы сами поняли, да, что надо добавить. Есть я буду с кино. Сделала уже себе салатик, надо маслицем сбрызгнуть. Моцарелка с помидорками и, блин, забыла, это травка. Альбаака. Ну и травка вот эта вот. Базилик, о, базилик сверху. И все. Там у меня кино разогревается. Будем сейчас лопать. А мужу картошку, значит, почистила, будто он с картошкой фри будет кушать. Вот картошечку почистила. Когда уже ближе к приезду, скажем так, я ее разогрею. И все. Всем приятного аппетита. Первое. Второе. Десерт. Буду сейчас собирать сумку в спортзал. Давно я это не делала. Но так как я раньше ходила просто на сумку, там не было ни душа, ничего. Просто я одевала спортивную форму, брала с собой воды, полотенце и все. А сейчас я хочу в Басик сходить. У меня вот такая есть сумка, в которой оказались гирлянды, которые я искала и не могла найти. Они оказались в этой сумке. В общем, такая сумка здесь. Для воды и все дела. Я с ней в сауну езжу с девчонками. Редко, но метко. Полотенце микрофибра. Вот такая вот эта купальник у меня только для бассейна. Одену вот эти шорты, майку. Но это купальник для бассейна. Его не жалко. Но я всегда в нем хожу. Так, что еще мне нужно? Шапочка. Шапочка нужна для... Улегся. Все. Это его место. Для головы. Для бассейна. У меня тоже их было пару штук. Где они? Это я что-то не очень хорошо помню, поэтому буду искать. Все, везде перерыла. Уже потеряла надежду на эти шапки. Но нашла. Знаете ли? В носках. Потому что я залезла. Сейчас говорю, надо все равно носки надеть какие-нибудь. И тя-дам! Там были мои две шапки. Одна какая-то как тряпочная, непонятная. Одна вот такая силиконовая, другая какая-то тряпочная. Наверное, силиконовую возьму она покрасивее, да? Вот. В общем, вот такая я спортсменка-комсомолка. Запомнили. Будем меняться. Я говорю, все перед летом ходят, а я перед зимой. Побежали, 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 побежали. Пойду в бассейн купаться. Мама. Смотрите, какая у нас там туча. Да, Инна? Ой, прям дождик. Ну что, рассказать вам? Если я не потеряю килограмм, то это будет вообще непонятно как. Боже мой. Я вся птикала. Классно так вообще. Мне так понравилось. Я прям вспомнила. И знаете, я совсем была не как такая вот вареная черепаха. Потому что все равно я же ходила раньше на зомбу долго. И все движения, они в принципе одни и те же. Только музыка поменялась. Вот такой каф. Я так натанцевалась вообще. В конце там растяжка. В общем, я так рада. Потом еще в бассейне поплатывала. Эмоции моря. В общем, я пока что рада. Собака в пакет запихала голову вон там. Не может вытащить. Ну, не вернее, она уже вытащила. В общем, я кайфую. Завтра на что-то еще записалась. Зумбы завтра нету. Поэтому я даже не знаю, на что записалась. Она мне говорит, там девушка говорит, ты пробуй все. Вдруг тебе понравится. Я говорю, давайте что. В общем, завтра куда-то иду какое-то еще делать. А что делать, я не знаю. Но ходить буду каждый день. Надо, как говорится, свои деньги вложенные тратить. Сейчас еще с Чарли пойду гулять. Так что еще не закончено. Ой, так хорошо, прохладно. Знаете, что еще хорошо? Что я, когда занималась, я вся, вот я вся потная. У меня еще щеки по щас, наверное, горят. У меня сразу лицо красное. В общем, пота, я не знаю, литра два, наверное, из меня вышла. И что потом в бассейне вот это все остывает. Вообще класс. Знаете, что я забыла? Сланцы. Без сланец хотела. Завтра надо взять. Ой, а куда? Дали вот такой браслетик. В общем, все как надо, цивильно. Сейчас с Чарли будем гулять. Ну, там такие тучи идут, мамочки. Мы в своем любимом парке. Чарли привязана, потому что здесь много народу. Там вообще что-то воблясывают девчонки. Что-то репетируют. Поэтому привязала от греха подальше, чтобы ничего не произошло. Что-то прям народу как-то странно, что много. Нет, Чарли, ты привязанный. Детишек много. Все бегают, прыгают, в общем. А мы гуляем. Селезня кормят все. Играется, играется. Ну, и Чарли, знаете, может играться, играться, потом идти пакнуть. Венка, мама. Кстати, знаете, там на скейтах катаются детишки, что в Испании, не знаю, как в других странах, но в Испании просто так дерево взять и выкорчить невозможно. Могут, не могут, а тебя штрафуют. И нужно там разрешение брать и все дела. В общем, просто так даже у себя на своем участке дерево не просто так не можешь взять и выкорчить его, потому что тебе так захотелось. Поэтому вот у нас даже на даче, вот где я езжу на пляж, там вот тоже, несмотря на то, что там все выравнивали, все ломали, но все эти деревья поныне стоят, и никто их выкорчевывать не будет, потому что запрещено. Нет, его могут выкопать и пересадить в другое место. Но на это нужно 150 разрешений, 150 всего всяких бумаг, дурократия в общем. Мне кажется, это оно и правильно, потому что вообще сейчас, как по новости посмотришь, все горит, ужас. Так скоро, блин, нахер все подохнем. А как, другими словами не скажешь, мы сами во всем виноваты. Все сжем у нас, где на Майорке, по-моему, все горело нафиг. Там гореть нечего, ну тем не более. А сейчас на Амазонке все горит. Или на Амазоне, где там. В общем, пульмон. Мировой, мировые легкие, да, так как их называют, горят. Я путаю. Ну, Амазонка, по-моему, горит там на Амазоне все. Поэтому вообще надо беречь, беречь. Я об этом, кстати, знаете, задумываю очень. Потому что становится страшно. Посмотришь, пластик в море. Бедные черепахи, блин, там в нем запутываются. Черепахи, они же едят медузы и думают, что пластик это медуза. Бедные черепашки. Так что надо отказываться от пластика. Бумажные пакеты вон делать всякие. Господи, где же ты такой взял-то? Ну, пипец. Супер, супер-пупер мотоцикл. Ой, не могу, что только не придумают. На ночь передают дождь. Я поставила на стирку полотенце. Спортальное. А крикут, а крикут от него. На балконе повешу. Я уже дома. Ужин приготовила себе. Ай, какой у меня ужин. Обалдеть. Две сливки и персик. Он у меня мандыкнулся сегодня пару раз. Поэтому он такой непрезентабельный. Но на желудке это никак не отразится. Поэтому. А вот пропасть может, если его не слопать сейчас. У нас уже темно. Смотрите, как. Может, дождь пойдет. Все только говорят о том, что дождь передают, а его нет. Сейчас буду телек смотреть. Скоро у меня большой брат начнется по телевизору по испанскому. Так что будем смотреть. Да, моя рыба такая. Жарко тебе. Жарко тебе, да? Ты такой сладкий вообще. Такой вкусный. Любит, чтобы его чесали. Вот тут нагибается прямо это. И так, чтобы его чесали. Чесали. Лапа моя сладкая. Вкусный такой. Буду прощаться с вами до завтра. Будем отдыхать. Силы готовить. Завтра у нас предстоит еще какая-то тренировка. Я такое даже не знаю. Так что подписывайтесь, чтобы узнать, что же за тренировка такая. Завтра потренируемся и расскажу все. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.